Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня тема выпуска «Что кидать или чем стрелять при встрече молодоженов?» Готовы? Погнали! Давайте сначала разберемся с вами, молодоженов встречают где. На современных свадьбах, по современными свадьбами я имею в виду свадьбы, где сборы, фотосессия, выездная регистрация и банкет проходят в одной локации без разъездов по городу, без дополнительных каких-то перемещений. Так вот, на таких свадьбах, на современных свадьбах, повторюсь, встреча молодоженов происходит только один раз, когда начинается банкет. То есть все гости в этот момент сидят по местам, сидят уже за своими столами гостевыми, ведущий начинает программу, и тут эффектное появление молодоженов, и гости их встречают. И на таких мероприятиях, на современных, повторюсь, мероприятиях, никто ничего не кидает и никто ничем не встречает. То есть если запланировано эффектное появление, то на таких мероприятиях заказывают спецэффекты на появление молодоженов. Это может быть тяжелый дым, это может быть конфетти, это могут быть холодные фонтаны и так далее. И в этот момент, когда гости сидят за столами, молодожены заходят в самые последние, и вот как раз-таки в тот момент, когда появляются самые последние молодожены, что-то там срабатывает, да? Пушки конфетти, холодные фонтаны зажглись, или дым пошел, потом вышли молодожены. Когда ты что-то придумал в своей голове, ты придумал, как это все будет, ты уже 10 раз это обыграл все в своей голове, и у тебя мысль такая, господи, только получилось. Вы знаете, я когда ждала эту свадьбу, я каждую ночь молилась, чтобы ткань упала, чтобы вовремя сработали конфетти-машины, чтобы все было вовремя. И в определенный момент, когда началась блина, я такая, так, а если она не упадет, что делать? Я побежала бегом к сцене. Лера в этот момент, смотрю, с другой стороны сцены стоит, и мы такие перемигнулись, что если что, мы дергаем ткань вниз, пускай падает, как угодно рвется, неважно. Но главное, чтобы она упала, чтобы действительно это то, что я себе придумала в голове, чтобы этот эффект получился. Все это, это то, что делается при помощи специально обученных людей, это то, что специально заказывается на мероприятие, и в этом нет участия гостей. То есть гости ничего не бросают, повторюсь, в этот момент, ничего не кидают, они сидят и наслаждаются процессом. Так вот, если говорить про вот такую встречу, про спецэффекты, то найти такого плана спецэффекта можно в том числе на свадебном портале Event for Me. Вы заходите на свадебный портал, попадаете на главную страничку портала, и для того, чтобы найти варианты спецэффектов, переходите в каталог. Здесь в каталоге есть фейерверки. Вот как раз-таки компании, которые занимаются в том числе и фейерверками, могут предоставить на мероприятие холодные фонтаны, могут предоставить на мероприятие пушки конфетти, но для этого нужно обратиться в компанию, узнать, что у них есть из вариаций, и, ну, соответственно, они вам расскажут, покажут и предложат разные варианты. Ссылочку я вам оставлю в описании, поэтому обязательно проходите на портал, и сможете найти, позвонить и узнать, какие варианты может предложить тот итальянный компаний, который предоставляет спецэффекты на выбор. Как было раньше, да, много лет назад. Раньше молодоженов встречали, ну, абсолютно везде. У молодоженов было столько встреч, их встречали и при выходе из подъезда, и при выходе, там, из дома, да, и при выходе из ЗАГСа, и встречали на крыльце ресторана, и при заходе в ресторан. То есть и встречали, и встречали, и встречали, и встречали, и встречали, и встречали. Я помню те времена, где на каждую встречу закупались хлопушки, подсчитывались, что так, вот пять хлопушек нам нужно возле подъезда хлопнуть, там, четыре хлопушки мы должны хлопнуть, когда ребята из ЗАГСа выйдут, так, вот здесь вот нам нужно еще столько-то хлопушек, когда закупался мешок лепестков роз, распределялись эти лепестки, чтобы хватило обязательно на все встречи, потому что миллион было встреч разных, и нужно было обязательно, чтобы на все хватило. Я помню, что каждая встреча была невероятная суета, когда бегали с этими мешками, распределяли все эти лепестки по вот этим мешкам, чтобы точно молодожёнов осыпать вовремя, чтобы точно не получилось так, что не хватило, не дай бог, лепестков на очередную четвёртую встречу. Сейчас, вот, девчонки, прислушайтесь, сейчас нет смысла заниматься этим всем, упростите свою жизнь, не заморачивайтесь этой суетой с хлопушками, с этими лепестками. Я, конечно, честно рекомендую сделать это по-современному, пусть у вас, даже если у вас сборы будут дома, допустим, даже если у вас роспись будет в другом месте, банкет у вас будет в третьем месте, Ну, в любом случае лучше сделайте эффектное появление в зале при помощи спецэффектов. Но здесь очень важный момент. Вам нужно, если вы запланируете сделать какую-то интересную встречу, даже если вам захочется эффекта появиться перед вашими гостями, вам нужно уже на этапе подбора площадки смотреть, чтобы площадка подходила под мероприятие. То может получиться, вот поэтому я, кстати, частенько топлю за то, чтобы все-таки был организатор на мероприятии, потому что организатор это учитывает. Потому что бывает такое, что ребята площадку сами подобрали, а потом такие, о, может быть, нам эффекты появления сделать? А получается, что на этой площадке конфетти нельзя, дым нельзя, потому что там срабатывает что-то, да, там какие-то пожарные вот эти системы, и поэтому дым нельзя. В общем, ничего нельзя, да, ничего, холодные фонтаны нельзя, ничего нельзя, и поэтому, в общем-то, ребята, может, и хотят сделать какое-то эффектное появление, а ничего нельзя. Поэтому, возможно, уже на этапе выбора площадки ваш организатор будет как раз-таки подыскивать такую площадку, которая будет подходить под эффектное появление, которое вы на этапе выбора площадки уже для себя придумали, что я хочу, чтобы у меня эффектное появление нет. Если же у вас организатора нет, да, то посоветуйтесь с ведущим хотя бы. Я знаю ведущих, которые делают специальные сюрпризы, готовят эффектное появление молодоженов, продумывают вместе с молодоженами как раз-таки эффектное появление так, чтобы это было здорово, чтобы это было феерично, да, и чтобы это было современно все-таки, да. Подводя итог, подводя итог, да, чем все-таки кидать или чем стрелять, или что кидать при встрече молодоженов. Девчоночки, мои хорошие, если вы хотите, чтобы ваша свадьба была современной, а не ретро-свадьба, да, то не нужно ничего кидать, не нужно ничем стрелять. Вот я вам плохого не посоветую, я, наоборот, помогаю вам, чтобы вы сэкономили деньги, либо разумно потратили свои деньги на организацию свадьбы и не выкидывали бюджет на те вещи, которые уже устарели, которые уже неактуальны, которые не сыграют никакой роли, и при всем при этом бюджет был выброшен. Лучше уж этот бюджет перераспределить и заказать какие-то спецэффекты. По сумме выйдет плюс-минус, я думаю, там, ну, может быть, чуть больше, там, чуть-чуть больше, чем если вы сами будете покупать всякие хлопушки, лепестки, там, и так далее. Ну что ж, мои дорогие, я надеюсь, что вы меня услышали, прислушайтесь ко мне, напишите в комментариях, а как вы планируете свою встречу, каким образом вы хотите появиться перед вашими гостями, будут ли у вас какие-то спецэффекты, возможно, вы что-то новенькое, интересненькое расскажете, и те, кто смотрит сейчас это видео, тоже возьмут себе это на заметочку. Все, пока-пока.